Сегодня у меня на тесте автомобиль бизнес-класса китайского производства G-Vision. Многие говорят, что автомобиль очень похож на Toyota Corolla предыдущего поколения. Лично я внешней схожести не нашел, пока не сел за руль. Салон один в один Corolla. О внешности авто ничего говорить не буду, а вот по салону несколько слов скажу. Материал отделки, конечно же, не люкс, но все аккуратно выполнено и весьма эргономично. Начнем с комплектации. В базе уже идет кондиционер, усилитель руля, обогрев передних сидений, зеркала с электроприводом и подогревом, электростеклоподъемники, две подушки безопасности. Довольно неплохо для базового оснащения. В максимальной комплектации доступен кожаный салон, литые диски и многое другое. А сейчас самое интересное. Начальная цена – 365 тысяч рублей. Максимум за G-Vision просят 415 тысяч. Китайцы всегда славились сладкими ценами и богатой предлагаемой комплектацией. Так почему бы не попробовать автомобиль в деле? Кто знает, может понравиться. Внешне все довольно добротно, если, конечно, не придираться к мелочам. В салоне очень просторно и довольно комфортно. Единственное, чего не хватает, это регулировки сидений по высоте и регулировки руля по вылету. Сзади можно легко расположиться втроем. Места для коленей тут достаточно. Багажник так и вовсе огромен. Три полноразмерных дорожных чемодана здесь поместятся без труда. А при перевозке длинномеров поможет трансформируемый задний диван. Несколько слов о моторе. Движок крутится неплохо. 1,8, 133 лошадиные силы, по-моему. Довольно неплохо разгоняет автомобиль. Конечно, без ноток спортивности, но довольно уверенно. Максимальная скорость Geely Vision составляет 185 км в час. Расход топлива в городе 10 на трассе 6 литров. Автомобиль переднеприводный, с дисковыми тормозами как сзади, так и спереди. Подвеска передняя Макферсон, задняя полузависимая. За безопасность отвечают АБС и ЕБД. Что касается ходовых качеств, то машина показывает себя с лучшей стороны в плане плавности хода. Сейчас мы едем по довольно разбитой дороге. Подвеска мягко глотает неровности. А вот на больших скоростях при маневрировании видны небольшие крены. Видимо, производитель большое внимание уделил именно плавности хода. Geely Vision привлекателен, конечно, в первую очередь благодаря цене. Это уже потом он вместительный и удобный. Так что посмотрите и сделайте вывод сами.